Друзья, добрый день! Начинается наше путешествие в Афины. Сейчас я нахожусь в параллели, в поселке Пиерия, регион Греция. Меня заберет трансфер, довезет до аэропорта Салоники, потом у меня будет внутренний перелет Салоники-Афины. В Афинах я буду добираться на метро до места жительства, я снял квартиру. И потом я буду делать обзорную экскурсию самостоятельно, сам смотреть город. Я вам все покажу, все расскажу, расскажу особенности метро. Сам никогда в Афинах не был, не знаю как, что там, вот немножко почитал. Будем с вами походу разбираться, я думаю, будет это интересно вам. Из такой полезной информации, у них в метро есть трехдневный абонемент, так называемый проездной билет с аэропорта до города на метро, и потом три дня можно пользоваться всеми видами транспорта. Вы при входе в метро отмечаете его, и с этого момента трое суток пошло. Этот билет очень удобен тем, что если вы будете покупать просто в одну сторону билет, на метро с аэропорта до города, вы заплатите 10 евро. Если вы будете покупать туда-обратно, то вы заплатите 18 евро. А если вы будете покупать вот такой именно проездной билет на три дня, он будет стоить 22 евро. Проезд у них на одном транспорте от одного евро стоит приблизительно, поэтому посчитайте. Буквально 4 поездки, и вы уже ваш проездной билет отбили. Так что посмотрим, есть сейчас такое, нету. Я рекомендую вам тоже воспользоваться, если он будет. Друзья, для всех желающих, кто купит у нас тур и поедет с детками на отдых, у нас есть ограниченное количество таких вот часов, которые показывают, сколько ребенок провел на солнце, и надо ему уходить или нет уже солнца. Видите, мой браслет сейчас показывает такую уже практически последнюю зону, следующая, вот она уже последняя, это предпоследняя, о том, что мне уже на солнце находиться не надо. Действительно, я уже загорел, и когда вы заходите внутрь помещения, когда солнце уходит, он становится светлым, то есть, ну, то, что солнце не попадает, когда вы уходите на улицу, он становится опять темным, и действительно чувствуется, кожа горит, и браслет меняет цвет. Поэтому, если вы хотите такой браслет себе получить, приходите к нам на офисы, покупайте у нас тур, и обязательно попросите такой браслет. Их количество сразу предупреждаю ограничено. Если вдруг их уже не будет к этому моменту, то извините. Из особенностей еще. Сейчас у нас сегодня 16 мая, 18 мая в Афинах будет день музеев, и большинство музеев будет работать бесплатно. Поэтому посмотрим, действительно ли это так. Если мне повезет, то я смогу посетить музеи, которые стоят 20 евро, 10 евро совершенно бесплатно. Единственное, что, возможно, у них будет график работы какой-то ограниченный. Как правило, у них там с 8 до 16 работают некоторые музеи, некоторые с 10 до 20.00. Эти графики, расписание работ можно посмотреть у них на сайтах. Есть сайты греческие, они на английском языке, поэтому вы разберетесь в этом во всем. Вот, смотрите, я в помещении, он уже стал светлым. Хотя на улице он был уже черным. Ну что, у нас собрал трансфер, едем на аэропорт. Ну что, друзья, мы опять в аэропорту Салоники. Те Салоники, как они правильно говорят. Сейчас найдем наш рейс и полетим в Афины. У нас рейс на 19.10. На Афины его еще нет. Вот на этом табло вы смотрите, какие кассы. Ну вот, мы прошли паспортный пограничный досмотр, попали в зону дьюти-фри. Дьюти-фри здесь сразу же на входе находится, когда вы проходите. Ну и тут еще есть маленькие магазины. Вот он, самый аэропорт. Давайте посмотрим, что тут еще. Здесь уже можно посидеть. В аэропорту нет такого зала ожидания. Если вы пришли и регистрацию не прошли сюда, то там сидеть можно только на улице. А сидячих мест больше нет. Ну а здесь уже, когда мы попали в зону аэропорта, пожалуйста. Здесь кафешка, можно покушать. 3-4 евро все стоит, бутерброды. Ну, в принципе, вот он и весь аэропорт. Вот одну, одна часть, а вот вторая. Он небольшой. Еще одна закусочная, где можно перекусить. И вот еще одна. Это, ты понимаешь, бизнес-зал для авиакомпании Agent. Друзья, здесь есть еще второй этаж. Здесь находится санузел. Здесь на данный момент он совмещенный. Мужчина и женщина вместе ходят. И здесь есть еще такая кафе, ресторан. Можно покушать. Поэтому не стесняйтесь, заходите. На втором этаже есть еще зона, где можно перекусить. Пожалуйста. Что они готовят? Вот такой большой зал. После того, как прошли досмотр, вот еще будет паспортный контроль. Это если вы вылетаете уже из Шенгена. Так как у меня внутренний перелет, то я в этом зале просто остаюсь. А если бы у меня был перелет в Минск обратно, то я бы еще вот туда проходил. А это дьюти-фри. Я так понимаю, для всех. Есть дегустация. Можно попробовать масло с оливками. Цены здесь выше. В городе, например, масло стоит 30. Здесь от 40 начинается. Хотя вот здесь тоже 3-х литровый. Но там, я говорю про 5 литров. 5 литров стоит. 25-30, а здесь 40. И оливки здесь стоят минимум от 3. А в городе можно за евро 50 купить. Поэтому покупайте это все лучше в городе. Дьюти-фри большая цена здесь. Обычные, как везде. Поэтому, пожалуйста. Но это первый дьюти-фри. Я думаю, когда вы пройдете еще паспортный контроль и попадете в зону во вторую, там должно быть тоже дьюти-фри. По идее. Смотрите на билете. Есть название вашего рейса. Вот это. Потом время начала посадки. Ейц. Это ваши врата. Вот смотрите, у меня 13-е. И посадочное место 22-е. Вот, пожалуйста, вам 13-е. Здесь, видите, уже 12-е. И пошло. То есть, находите свой терминал. И там посадку сочетаете. Дальше спускаемся в автобус. И нас везут к нашему самолету. 22-е место, это в самом конце, где-то хвост. Наш самолет. Так, у нас место в хвосте. Поэтому мы будем задний заходить. И еще наше место. Вот, смотрите, здесь указано 28. Ну, идем вот до 22-го. Субтитры сказал 27. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ребят, ну что я хочу сказать, без навигатора здесь ловить нечего, поэтому у вас должна быть карта или бумажная или электронная, чтобы вы могли сориентироваться, потому что я тут круги вроде нарезаю, ну вроде нашелся, но, короче, это не так просто. Тут такие улочки, закоулочки, всякие поворотики, город явно строили для того, чтобы в нем заблудиться можно было, так что вот тут мы сейчас повернем налево, немножко пройдем, пик, аккуратней, и будет наша квартира где-то, вот тут вот, сейчас буду звонить уже хозяину, чтобы он спускался. Вот он, ребят, альва-майнос 17, наш адрес, нашего жилья. Из балкона высунулся парень, сказал, пару минут, сейчас спущусь, так что ждем. Есть, есть. Ребят, ну вот мы на месте, вот хозяин, это Никас, вот то, что я снял, смотрите, ну, в принципе, все, как заявлено было, микроволновка, там, печка, кухня небольшая, небольшая комнатка, вот это все, все теперь мое на три дня пользование. Есть кондиционер, все это мне обошлось в 90 евро, вот. Ну все, ребят, я на месте, учите английский, английский он нужен для общения, потому что не будете знать английского, вы вообще ничего не поймете, что делать. Все, я на месте, хозяин уже ушел, я с ним рассчитался, он мне все показал, тут есть телевизор вот такой вот, русских каналов нету, есть кондишка, кровать вот этот диван раскладная, раскладывается, постельная вот здесь в шкафах лежит. Есть кухня с индукционной плитой, раковина, давайте посмотрим, посуду какая-то есть, смотрите, пожалуйста, ложки, вилки, тут у нас пусто, вот, пожалуйста, кастрюльки, все как положено. Моющие средства, все есть, тарелочки, короче, все, что для счастья надо, холодильник, чайник, микроволновочка, бомбасник, вот она ванна, наша ванная комната, тут полотенце, душ. В принципе, эти деньги хороший очень вариант, я нашел, я у бронировал за месяц заранее, интернет, вай-фай, есть лампа, зона рабочая, такая вот небольшая, все, что для счастья надо.